Приветствую вас дорогой зритель, меня зовут Андрей, вы смотрите канал Технотерм. Миф о том, что теплый пол каким-то образом экономичнее радиаторов отопления до сих пор сидит в умах многих людей. Обязательно под каждым роликом, где упоминается либо та, либо другая система отопления, какой-нибудь комментатор оставит свою мысль о том, что теплые полы экономичнее радиаторов. Оно и понятно, когда теплые полы только-только заходили на наш рынок, маркетологи очень плотно доносили информацию о том, что теплые полы на сколько-то там процентов экономичнее радиаторов. Само собой, никаких точных данных никто никогда, скорее всего, не приводил. Специалисты, которые монтируют данный теплый пол, успешно подхватывали мысли маркетологов, потому что проводилось очень много семинаров, где про это постоянно доносилось. Соответственно, пошла молва о том, что теплые полы экономичнее радиаторов. Я говорил уже неоднократно и повторюсь еще раз, теплые полы сопоставимы по расходам с радиаторами отопления. То есть разницы абсолютно никакой не будет. Дальше я подробно объясню, с чем это связано. Но есть действительно два сценария, при которых теплые полы могут быть экономичнее радиаторов. Причем на существенные проценты. И в этом ролике я приведу вам два таких ярких примера, которые активно эксплуатируются в сегодняшний наш с вами день. А во второй части видео я расскажу вам основные аргументы, которые привносят маркетологи, когда говорят, что теплый пол экономичнее радиаторов. И попробую вам простыми словами объяснить без всяких там формул, почему это в принципе этот аргумент можно разбить об другой аргумент. Итак, приступаем к просмотру. Смотрим нашу стартовую заставочку и переходим к основной части. Первый, наиболее популярный сценарий сегодня экономии теплого пола по сравнению с радиаторами, это установка теплого пола вкупе с конденсационным газовым котлом. При таком сценарии вы действительно можете сэкономить дополнительно 10-15%. То есть, если вы установите обычный радиатор отопления, вкупе с конденсационным газовым котлом не всегда вы сможете получить такую экономию. А вот с теплыми полами абсолютно всегда. В чем прелесть? Сегодня конденсационные котлы газовые, это наиболее современное решение в отоплении вашего дома именно газом. При низкотемпературном режиме данный котел в силу своего устройства, про это есть отдельный ролик, способен вырабатывать дополнительно 10-15% тепла. Как раз таки с теплым полом эти 10-15% мы спокойно получим. С радиаторами такой сценарий не всегда будет возможен, потому что наши радиаторы, если они высокотемпературные, то они работают на температуре выше 60 градусов. Но опять же, на такой температуре они работают не всегда. Если вы радиатор опустите ниже 60 градусов, ваш конденсационный газовый котел перейдет обратно в свой эффективный режим и будет также равнозначен теплым полам. Но важно заметить, не всегда сценарий такой возможен. Поэтому теплые полы действительно могут с конденсационным газовым котлом приносить чуть больше экономии. Но при этом ничто вам не мешает установить конденсационный газовый котел вместе с низкотемпературными радиаторами отопления. Сегодня такие существуют на нашем рынке. Это медно-алюминиевые конвекторы и стальные панельные радиаторы, которые наиболее часто сегодня попадаются в Европе. Эти приборы отопления, если их заложить запасом, как положено, если по проекту будете все рассчитывать, вы сможете использовать их исключительно на низкой температуре. Соответственно, никакой выгоды с теплым полом вы опять же не получите. Но если вы закладываете алюминиевые радиаторы отопления, не дай боже, чугунные, которые сегодня редко где применяются, либо там стальные трубчатые радиаторы, то, конечно, теплый пол будет гораздо экономичнее. То есть разницы, по сути, для радиаторов, что турбированный котел, что конденсационный, там особо не будет. Конденсационный котел действительно чуть более экономичнее все равно. Но не стоит оно того на сегодняшний день заменять такой котел. А вот с теплыми полами вполне себе конденсационный газовый котел стоит сегодня применять. Кстати говоря, если вы находитесь в поисках современного экономичного котла, а главное надежного, но пока не знаете, на чем останется выбор, обратите пристальное внимание на марку газовых котлов бренд Италтерм, который производится исключительно в Италии. В компактном элегантном корпусе производитель сделал все, чтобы ваш котел служил вам верой и правдой долгие годы. Здесь установлен массивный медный теплообменник с антикоррозийной защитой. Полностью медная разводка труб. В отличие от большинства моделей, где давно переходят на пластик, в Италтерме до сих пор представлена латунная гидравлическая группа. Каждая деталь котла поставляется только проверенными европейскими заводами и только после стопроцентной диагностики котел попадает на нашей полке. Этот и любой другой котел бренда Италтерм сегодня вы можете заказать с официального сайта компании со скидкой в 3000 рублей. Плюс ко всему вам будет доступна бесплатная доставка до любой точки России до ближайшего склада самых ходовых транспортных компаний. Этот котел я лично могу порекомендовать вам и на этот котел у нас есть на канале полностью обзор. Вы можете посмотреть по ссылке в описании данный обзор перед тем, как приобрести данную модель котла. Я могу вам лично порекомендовать. 4 года мы реализуем данную модель и могу с уверенностью сказать, она меня ни разу по сегодняшний день не разочаровала. Ссылочка с подробностями будет в описании. Второй сценарий очень сильно похож на сценарий номер один. Только вместо газового котла ставим котел электричестве. Но крайне специфично. Это наши с вами уже разрекламированные хорошо тепловые насосы. Тепловый насос, как я сказал ранее, работает на электричестве и все, чем он занимается, он преобразует энергию земли в нашу с вами тепловую энергию. Энергию из земли мы можем получить, по сути, из воздуха, из воды и из земли. Вот, по сути, три основных разновидности тепловых насосов. Коэффициент преобразования может достигать 4. Кто-то говорит, что может достигать и 5. Я в эту тему глубоко не копал. Но факт в том, что вы можете в 4 раза экономить потребляемое наше с вами электричество. С одним из минусом. Тепловой насос также эффективен до температур где-то примерно 60 градусов. Выше 60 градусов редко тепловой насос может поднять температуру. Поэтому все, что ниже 60 градусов, это теплые полы, либо радиаторы отопления в межсезонье. При таких сценариях тепловой насос действительно хорошее решение и позволит экономить на нашем с вами электричестве. Соответственно, если вы установите теплые полы с тепловым насосом, вы в 4 раза сможете экономить электричество. При условии, что и у вас нету там на участке газа. С учетом цен на газ и с учетом цен на электричество в большинстве стран газом действительно эффективно отапливать свой собственный дом. Особенно если вы ставите самое последнее поколение котлов. То есть, я как сказал ранее, сценарий очень похожий. И конденсационный газовый котел эффективен до 60 градусов примерно плюс-минус. И тепловой насос. Только один работает на газе, другой на электричестве. Соответственно, адекватны такие же сценарии использования, если вы поставите низкотемпературные радиаторы отопления. Рассчитайте их таким образом, чтобы они работали исключительно на низких температурах. При таком сценарии тепловой насос также будет эффективен. Само собой, есть, конечно, определенные нюансы. Тепловые насосы, особенно воздушные, которые наиболее сегодня популярны, если падает температура на улице воздуха, соответственно, падает эффективность самого теплового насоса. И чем ниже температура, тем хуже его эффективность. Да, он может быть эффективный и при местовых температурах, но, опять же, коэффициент будет уже ниже. И будет стремиться, стремиться, стремиться к тому, что тепловой насос превратится в обычный электрокотел. Поэтому тут все индивидуально. Со скважинными насосами ситуация гораздо лучше. С грунтовыми тоже воздушные, более популярные, более доступные сегодня. Они, конечно, сомнительное такое удовольствие. Поэтому тоже имейте в виду. То есть, по сути, вот таких вот два сценария, при которых вы можете достичь условной экономичности водяных теплых полов. Теперь перейдем к тому, почему теплые полы ни капельки не экономичнее радиаторов отопления. Возможно, при каких-то сценариях чего-то вы да и достигнете, но зачастую сопоставимые будут у вас конечные расходы на ваше отопление. Итак, нарисовал вам свои художества. Типовая картинка, популярная в интернете. Есть дом, есть радиаторы отопления, есть теплый пол. И работают они абсолютно по-разному. Так вот, как вы знаете, у любого дома есть такое понятие, как потери тепла. Измеряются они в ватах и обычно обозначаются как КУ, как в Кинзадзе. Итак, у нас есть условно наши радиаторы и наши теплые полы. Если вы заметите, они выступают исключительно посредниками в отдаче тепла. По сути, основным источником, который вырабатывает тепло, у нас является обычный наш с вами котел. Нарисую вот так, якобы отдельное помещение, которое идет и на теплый пол, также поступает на радиаторы. То есть, вот это вот устройство компенсирует наши с вами потери тепла. Если у нас потери составляют 10 кВт в час, то и котел также выделит 10 кВт в час. Все просто. А радиаторы и наши с вами теплые полы выступают просто посредниками в передаче тепла. И не важно, кто как передает, им важно отдать 10 кВт тепла, который выработал котел. То есть, они опять же при помощи воды преобразуют нашу с вами нагретую воду в нагретый воздух. И ничего более. И тот, и тот прибор за час выделит абсолютно одинаковое количество тепла. Очень часто любят приводить пример. Вот смотрите. Радиаторы сначала нагревают потолок, а потом нагревают только пол. Соответственно, вся эффективная наша с вами тепло, оно находится вверху. А вот теплый пол, посмотрите, какая замечательная система отопления. То есть, здесь на полу у нас самая хорошая температура. Выше прохладнее, прохладнее. И пока там наверху не будет там условно 18 градусов. А верх нам уже в принципе не принципиален. Так поэтому радиаторы нагревают на большую температуру. Именно поэтому он имеет меньший размер по сравнению с теплым полом. Одно дело, вот у вас прибор отопления, это ваша стяжка. А это вот прибор отопления, он там имеет размер-то, господи, полквадратных метра, да, зачастую. Больше-меньше это условности, да. Здесь помещение ваше 15-20 квадратов, и это все прибор отопления. Стяжка это ваш прибор отопления. По сути, все это компенсируется друг другом. Именно поэтому радиаторы нужно нагреть на большую температуру, чтобы вы здесь, где стоите вы, да, условно, человечек такой, двумя ручками, да, вам, чтобы здесь было хорошо. Поэтому теплый пол греется на меньшую температуру, потому что у него гораздо больше площадь теплообмена. А сопоставимые затраты в час у вас всегда будут одинаковые, потому что теплопотери дома, вне зависимости от системы отопления, всегда будут одинаковые. Соответственно, то количество тепла, которое вам нужно будет выделить, по теплый пол, то же количество тепла вам нужно будет выделить, и под радиаторы, чтобы в вашем доме было тепло. Еще вот один нюанс, который часто приводят в пример. А я вот теплый пол нагрел, два дня могу вообще не топить. Выключаю котел, вообще тепло, хорошо дому. А вот с радиаторами они за два часа остывают, а потом начинает остывать сам дом. Вот видите, теплые полы, они экономичнее. Единственный момент. Вы сколько затратили энергии, чтобы прогреть этот пол? Вы затратили капитальное количество энергии. У нас клиенты порой, особенно в новых домах, там двое-трое суток прогревают этот дом, чтобы хотя бы уже чувствовалась хорошая, комфортная температура. Понятно, если жилой дом, вы там сутки потратите на прогрев. Но сутки радиаторы прогреют ваш дом гораздо быстрее. То есть они менее инерционные. И все. А совокупное количество тепла вы потратите тоже. Теплый пол через два дня у вас остынет, и чтобы опять прогреть эту стяжку, вы потратите колоссальное количество энергии. Радиаторы будут по чуть-чуть отдавать вам количество энергии, которое вам необходимо. То есть ваши теплопотери будут компенсировать. И все. Совокупная эффективность у них будет абсолютно одинаковая. Да, возможно, вы выиграете, если вы там теплый пол более терпеливый, у вас там было дома 23 градуса, а вы ждете до 18, когда у вас остынет. Конечно, да, возможно, какие-то там теории экономичности у вас будут. Да, возможно, чуть-чуть вы сэкономите. Но факт остается фактом. Чтобы поддерживать постоянную температуру, количество энергии вам потребуется абсолютно одинаковую единицу времени. Неважно, с полами или с радиаторами. Надеюсь, все теперь досконально, понятно объяснил вам. Нет абсолютно разницы, какие вы батареи поставите, какой теплый пол у вас будет. Совокупные затраты у вас примерно будут одинаковые. Плюсове, что все само собой смонтировано по технологии. В конце немножечко уточнений. Я ни в коем случае не недолюбливаю водяной теплый пол. Я крайне положительно всегда к нему относился и отношусь. Я лишь хочу показать в этом ролике, что разницы между этими системами никакой абсолютно не существует. Что нравится, то и монтируйте. Плюс ко всему я хотел показать то, как я красиво сегодня научился рисовать. Надеюсь, вы оценили. А это, в принципе, все, что можно было рассказать в данном ролике. Надеюсь, он вам понравился. И вы не забудете сделать несколько важных для меня вещей. Поставить лайк этому видео. Подписаться на канал, если вдруг этого еще не сделали. Нажать на колокольчик рядом с кнопкой подписки, чтобы получать оповещения о новых роликах, которые выходят на данном канале. Писать любые вопросы, комментарии, замечания под этим роликом. Потому что это наиболее важная часть. Наиболее продвигает ролик в сети YouTube. Ну и плюс ко всему я всегда смогу с вами подискатировать на какую-то определенную тему. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Не забудьте выполнить 4 действия, которые я ранее озвучил. До встречи в следующих роликах. Вы смотрели канал Технотерм. А меня зовут Андрей.